всем привет господа и дамы у нас в питере у известной компании рольф открылся автосалон genesis вот они раньше он так и назывался hyundai genesis но потом они решили не то что выйти из корпорации hyundai ну просто стать отдельным брендом genesis вот и позвонили мне пригласили меня на открытие салона для ознакомления с их автомобилями проведение тест-драйва но как они сказали типа может вы захотите пересесть на genesis ну так как я только что купил вот эту машину естественно сейчас пересаживаться не буду если бы хотя бы месяцем раньше они позвонили возможно даже бы этот genesis рассмотрел к покупке но опять же тут вопрос ценовой политики сколько он стоит ну и чё он из себя представляет поэтому сейчас едем в рольф октябрьская там уже готовят машину для тест-драйва не знаю разрешат поснимать или нет да думаю разрешат чего там такого-то хирося ты умник глядь дверь-то открыл так что посмотрим что там за новые genesis и каких комплектаций проведем тест-драйв ну вот подъезжаем интересно тут через парковку то можно проехать уже тут land rover егор а мне он слева соседнее здание ну да можно вот их салон как раз вот у них в одном здании hyundai genesis идем во внутрь вот стоит сантафэ вот это как у меня только еще пакет эксклюзив и третий ряд сидений вот 35 бенкинг 5 миллионов эксклюзив плюс третий ряд это 120 тысяч по моему то есть соответственно 5 минус 120 4 880 сейчас стоит такой как у меня вот тут руль перфорированный соответственно цвет салона тот что я очень хотел но хотя кстати вот на черном на моем плюс то что вот этих складок не видно это вот новая машина и тут уже вот так панорамная крыша но третий ряд сложен и вот такие диски 20 тоже хорошие вот это все отличие от моего но ценничек уже 5 миллионов они 3 200 как они пишут в интернете и везде то есть вот у меня было бы про у меня просто хай-тек без семи мест без эксклюзива вот такие ценнички я чуть-чуть здание перепутал я зашел фенда а нам сюда вот что-то из этого сейчас поедем тестить так g70 маленький седанчик мне такие машинки не интересны такой обзорчик приборка полуэлектронная полу полу цифровая полу механическая тут доводчика нет g80 но это большой седан вот это наверное уже чтобы в айон седуха отъезжает водитель чтоб спереди ездила хозяин машины вот здесь вот ну да тут вон мониторы подлокотник с обогревом с вентиляцией массажа не вижу сиденья управления музыка здесь климат свой панорама а мы поедем сейчас тестить gv80 это скажем так логическое продолжение санта фе вот это черный кожа на по перфорированная вот это такая шайба коробка полностью цифровая приборка здоровый монитор сейчас мы тестить поедем руль такой интересный кнопок большинство тут я думаю сенсорный потому что не вижу ни обогрева ни вентиляции сиденья кнопок тут уже доводчик чуть поменьше кроссовер gv70 и вот второй такой же белый белый причем матовый это вот только дженезис так завода красит машину в матовый цвет я не знаю видно будет нет не пленка а эффекты к пленке и офигенная кремовая такая же кожа напа панорама максимальная комплектация руль такой же мне очень нравится сочетание белой машины на светлом салоне раз и закрылась тоже красивая оптика задняя вот открываем дверцу сиденье поехала сзади тоже обогрева вентиляции сидений блок климат-контроля вот и сзади доводчик есть 22 колеса в максимальной комплектации идут передняя оптика ну у Santa Fe покрасивее передняя оптика камера вот здесь вот вот этот GV70 поменьше кроссовер ну и тут попроще конечно все тут без доводчика и камер боковых и передних нету а вот уже и наша машина вот очень интересная цифровая 3d приборка вот я например беру сиденье регулировать отображение идет на экран все четко экран большой очень вот как я говорил сенсорные кнопки вентиляции обогрева сидений обогрева руля кондиционера ну это вот так работает как и везде это не сенсор да это просто подстаканник а вот это что же а это режим и все понял drive terrain как у меня очень крутые камеры камеры да вообще вот мне а если сейчас поехать он будет отображать вообще шикарно так ну что как у нас зажимаем тормоз и на д по ой пальцем закрыл сейчас то есть получается мы стояли вот так паркинги да сжимаем тормоз и на д все едем сколько тут мотор это трехлитровый мотор дизельный рядная шестерка для россии специально сделан 249 лошадей ну я вот чувствую он тяжело идет вообще вот если газ не нажимать он прям сантафе он едет сам педали газа как на любом автомобиле и педали тормоза нужно привыкнуть то есть динамические возможности у машины хорошие направо едем здесь такой небольшой сейчас будет направо и сразу налево резкий такой вывод поршу у вас тут открылся тоже ну часто достаточно с поршу сравнивают по качеству отделки по наполнению машины это вот камера у нас сейчас в морду это full hd камера да она дополнительно вот дает возможность еще вот как мы едем нашу траекторию куда нам поворачивать на какую полосу перестраиваться то есть очень удобно не перепутать так а вот эти все ассистенты как у меня в сантафе удержание руления в полосе распознавание дорожных знаков все это тут есть да здесь максимальный ассистенты здесь так называемый матричный свет есть здесь есть круиз-контроль адаптивный с машинным обучением то есть он запоминает стиль вождения и можно выбрать не дистанцию до впереди идущего автомобиля но мотор очень тихо работает вот так и не скажешь что дизель прямо едем или направо давайте направо наверное будет такой более правильный у нас тогда тест-драйв ну вот соответственно вот дополненная реальность показывает что нам через 1.6 км ну это навигация какая-то включенная а вот так же открываются да это функция такая у меня так же при включении поворотника подсказки есть ну мертвую зону показывает да 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 очень удобно кстати вот уже в зеркало смотришь все равно вот этого именно борта не видать интересный был момент вот на этом перекрестке которые сейчас проехали чуть не сбили пешехода а у нас все это записывалось на видеорегистратор встроенный ага то есть все видно памяти будет хватать там практически все все время эксплуатации автомобиля здесь вот по этой консоли тут только чисто климат установка и здесь горячие клавиши есть то есть навигация настройки различных функций там а массаж сидений тут есть или нет да здесь массаж и подушки и спинки здесь сиденье называется Ergomotion фирменное название Genesis это одни из многих сидений в мире которые сертифицированы немецким институтом за здоровые спины то есть это прям ортопедически такие выверенные кресла которые действительно позволяют иметь но здесь проекция на лобовое гораздо больше проекция большая здесь все в превосходной степени вот дисплей который здесь у нас стоит 14,5 дюймов проекция 12 дюймов направо да лучше много такого интересного но по качеству отделки тоже по здесь все в коже почему-то такого очень хорошего строительства мертвый пластик везде алюминиевый он пятиместный это конкретная машина по-моему пятиместная но они внешне никак не отличаются они есть модификации на семиместные машины да четыре варианта дерева здесь вот такое дерево оливковое подлокотник такой ну вот даже токаник здесь беспроводная зарядка а беспроводная где тут? а вот все все понял оно закрывается то есть может туда телефон положить закрыть и он вам напомнит когда будете выходить блин ну вот 3d цифровая панель вообще офигенная возможно там несколько уровней да то есть как бы спидометр с тахометром туда утоплены центральный дисплей можно варьировать тоже различную информацию уводить сами по себе дизайнерские три варианта у панели приборов то есть различным наполнением шкал стрелы ну я не скажу что такое видать вес что он прям приемистый он приемистый но я говорю на своем 3.5 бензине как-то побыстрее вот ухожу ну здесь да более тяжелая машина плюс все-таки задемпфирована это вот динамика хорошей шумоизоляции здесь у него полная масса ну если бы сели вот на максималку да все массажеры доступные багаж это было бы 2700 а я думал можно тут как можно да на этом подсказке да ну например хотите да либо здесь ой не камеру это карту а ну вот распознавание знаков да 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 очень хорошая отделка у нас здесь на потолке будет замша а это замша например такие сенсорные кнопочки включения света здесь интеркомы стоят то есть можно переговариваться с задними пассажирами тоже через микрофоны система шумоподавления то есть стоит лексикон мультимедийная система музыка тут премиальная какая-то лексикон да причем она ну 18 динамиков включая сабвуферы под сиденьями включая динамики для третьего ряда пассажиров и система шумоподавления то есть считывает с помощью микрофонов шум в салоне и в противофазе его подавляют ну вот у меня как раз слепые зоны отображаются да тут основной набор всех функций в проекции отображаются навигация подсказки здесь матричный свет в этой конкретной машине есть а ну вот если газу хорошо поддать да 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 можно спокойно ускоряться то есть именно педаль газа нужно почувствовать здесь робот или автомат классический нет здесь 8-ступенчатый автомат в отличие от санта фе mint стомат вся промысл максим Dieser тоже ! обрежневное акцент мгн низ цена дженезис они турбированные дизельные бензины и все дженезис они полноприводные но тот полный привод как и на санта-фе автоматически то есть принудительно каких-то блокировок блокировок нету да есть различные режимы движения называется это режим terrain для движения по снегу грязи и песку ну единственно что снег здесь подразумевает что скорее лед а если это снег похоже на какую-то кашу снежную лучше тогда использовать режим движения по песку его по грязи ну я пою то есть а вот просто он по дороге едет как как передний при молчании на бороде заднеприводная машина за то что есть поделиться при равномерном движении уже по трассе чтобы топлива сэкономить и стоит муфта в приводе передних колес по сути машина получается такая классическая компоновки просто дополнительным карданным валом которыми передних но я смотрю я посмотрел эту машину в шоуруле то есть тут получается для задних пассажиров уже тоже вентиляция сидений оба здесь по грамм акцент сделан да на комфорт заднего ряда то есть блок климата для задних пассажиров свой но из необычного то что там на машинах уровня рендровер уже встречается эта вентиляция действительно заднего ряда ну вот эти куда последней цели ну например да в сочи можем поехать нет вот вроде поехали сейчас на небольшой участок еще плохой дороге заедем там дыбенко такой я знаю вам по нему ехал а ну вот навигация вот такая то есть автоматичная камера да можно можно выбрать вот например если мы не хотим чтобы нам подсказки были вот этим да можем обычным короче вот так и с полточка не разберешься все изучать как любом до девайса современную я чувствую сантов это за полтора месяца не изучил до конца пока планов именно создавать джинниса на платформах вот переднеприводной компоновки от хенды нету посмотрим что будет дальше но на поездке дня сейчас следующее поколение от электромобиля у него получается вот система предупреждения столкновений фронтальных все это есть здесь даже есть такая вещь как уклонение то есть если вы например сейчас получите вот вот там от соседнего автомобиля от встречного либо от попутного вот идущий впереди автомобиль отъезжает у меня такая же тема и да то есть можно соответственно резюме сделать резюм плюс контроля ну такой функционал очень полный по системам безопасности нет корейцы в плане безопасности они вообще молодцы игру сейчас возьми ну понятно дело сейчас если брать новый мерседес новый бы в этом тоже но все будет да ну там и будет ценник 12 миллионов и так тоже можно относиться но вот такой отделки вы сейчас не выяснили вы не найдете а если даже взять тот же x6 там в кузове например в 16 который там года шестнадцатого семнадцатого да там нихрена подобного и не будет то что есть тут а ценник такой же а то и дороже да то есть бушную машину сейчас зачастую продают дороже но так а тут вот получается межсервисный интервал также пятнадцать тысяч пятнадцать тысяч либо раз в году да ну да и гарантия 100 тысяч или три года гарантия немножко по другому здесь осуществлена ну опять же в россии достаточно жесткие условия эксплуатации не стали делать такую там прям супер лояльную гарантию к сша например сделали четыре года без ограничения пробега штата гарантия еще длиннее то есть на силовой а то есть тут четыре года их хоть и 200 тысяч ну потому что вот я еду езжу по сути много да у меня гарантия три года или сто тысяч а сто тысяч выкатываю года за два вполне вероятно потому что я и в белоруссию часто езжу и на море на машине езжу и я тут отка два дня назад по питеру сто семьдесят километров наездил не выезжая из города в этом плане конечно это хорошо что четыре года без ограничения пробега на такие машины часто покупают ну люди деловые которые много за рулем время проводят поэтому и безопасности комфора их мало вот я такой вот живет живы 80 один раз только в питере видел ну и вот который большой седан g80 их парочку очень на самом деле когда люди такие машины покупают они начинают присматриваться и начинают отмечать там но я там соседи дворе вижу машину такую там буквально вчера там супруги показывал такую машинный перекрест что это за живи 80 то есть но есть машина так электрообогрев лобового тут что-то не здесь только у нас да ну да сеточки не творческие да потому что сеточка несовместима с проекцией но у меня то есть электрообогрев лобового и проекция может быть тогда в части проекции там нету возможно но у меня электрообогрев на самом деле это офигенная штука у меня был все время volkswagen passat с электро обогревом включил ничего не чистишь там 3-5 минут у тебя стекло чистое так а вот эту баку это а это все кнопочки да это металлизированные кнопки с покрытием алюминием да и тут что-то прям а это ради управляет до различными функциями то есть чтобы не тянуться к сенсору плюс крутилочка дополнительно до которой то несколько степени свободы ну наверное главный вопрос то сколько цена вот этого удовольствия ну цена самого-самого заряженного g8 вот как мы сейчас едем да будет до 8 миллионов но опять же это все цены начальных наших конкурентов даже сравнимые мягко говоря комплектации просто до 8 миллионов это понятие тоже достижимы это может быть 7 500 а может быть 6 то может быть да и есть и за 6 машины конечно тут вопрос что нужно потому что нас три двигателя у нас пять базовых линеек плюс плюс линейки в каждую нику можно еще пакеты опционально ставить паркинг 5-7 мест не но просто от меня скажем интересует мотор 35 бензиновый на максимальной комплектации двух топовых версиях только эти моторы идут внутри 5 нужно понимать что это не атмосферный мотор где 250 лошадей это мотор где 377 не того как до налоговый который поэтому до налоговых у нас мотора 2 оба для россии специально дефорсированы это 2 и 5 бензин турбированные 249 сил в сша он 300 лошадей развивает и 6-ти линдровый рядный дизель тоже турбированный в россии 1049 сил в европе в районе 280 ну то есть и тот и тот по 249 и удать традиционная скажем история чтобы не переплачивать за налог плюс евро 5 у нас моторы не евро шесть не такие требовательные качества топлива плюс не требует то же самое дизель заливать мочевину так что ну и то есть он будет стоить где-то ну порядка семи миллионов до до дешевле равен 400 тысяч рублей разница между бензином и дизелем схожи мощности схожи динамики семь с половиной секунд машина разгоняется даст достаточно для такого нелегкого автомобиля большой еще плюс что машины действительно нормальная грузоподъемность то есть нет такого что там 300 килограмм грузоподъемности по сути там выпадаешь из правил эксплуатации есть пятером садитесь или семером садитесь берете с с собой багаж и в рамках находитесь паспорта удачи миллионов уже такая цена ну вот те машины которые нам сдают те машины которые у нас сравнивают это виндровер эндровер это porsche это те же самые там большая немецкая тройка audi бмв mercedes лексуса у таких машин нету похоже все перелицованные toyota volkswagen теоретически туарег да но конечно тяжеловато сравнивает по качеству один уторых сейчас стоит тоже в максималке 8 до цена сейчас это я говорю сейчас вот фенда зашел сантафе пятерку да не ну так машина вообще не вот руль а что это как обогрев руля кнопка или нет мнения как раз автоматическое уклонение от адаптивный круиз вижу но адаптивный круиз здорово работает то есть он учитывает например вот ваше стиль вождения вы любите поречь и нажать на газ когда там отъезжать перед ведущая машина или наоборот по половине какую дистанцию держите то есть он все это тоже запоминают и соответственно под вас подстраивается в своем автоматическом режиме что-то мне кажется или подвеска жестковата но здесь нас 22 диски слабо не runflat ну то есть если я мы поймаешь прием не самый-то высокий профиль у нас в этой машине стоит превентивная подвеска то есть превью так называемая видеокамера под лобовым стеклом она пытается подстроиться под внешние условия движения жестковат жестковата идет прям ощущается вот я ставить препятствие то соответственно немножко расслабляет подвеску и наоборот если нужно пожестче подвеска делать я пожестче что машина тоже в раскачку например не входил ну да старый диск это красиво но вот не всегда практично поэтому многие на неровности идет над вот такие неровность например ну стандартные которые скажу что и прям трясет зимние до принципе вполне машина себя нормально чувствует здесь вот такой участок полуоткрытой дороге если какие-то неровные края то зачастую камера не успевают их все-таки увидеть нет тут вообще шик понять что происходит а вот такую стандартную нашу дорогу из глубинки вполне машины переваривали переваривает опять же на зиму можно поставить двадцатый диск обслуживание только у дилерского центра дженезис или у хенды тоже может всех специалистов стараемся обучать уже и на хенды тоже это процесс пока скажем вот не не я просто потому что приедет человек например из мурманска купит машину мурманске же нету дилерского центра дженезис у них есть хенды если мурманский дилер захочет обслуживать хенды захочется оттуда же дженезис он просто получит соответствующий сертификат обучит людей если он до этого еще на если он не захочет то соответственно человеку надо будет питер ездить нету ну либо так да либо делать у себя в мурманске но уже с такой менее хорошей гарантийной поддержкой просто тут то вопрос у машина с гарантией сошла такой же вопрос как люди покупают audi спрашивает можно ли их обслужить volkswagen теоретически можно но дальше вопрос уже такой гарантии так ну расход сейчас у нас ввиду того что на рамочном осталось от 3 литра они стоят на холостом ходу их заводят утром вот у меня заявлял заявляет дилер средний расход 10 и 5 на 35 модуль и да по факту сейчас зимой у меня средний расход 13 литров смешанный нормальная цифра до 13 литров до вот минус 15 градусов эта трасса это город здесь я думаю наверное литров 15 будет учитывая массу да кто что говорит на самом деле сыграм про бензинный мотор наверно будет сравним и с вами носки более современные чем у вас если быть про дизель то примерно раза в полтора меньше потому что у дизеля приори более высокие кпд имеет просто в нашем климате спокойно можно дизель брать эксплуатировать то есть средние какие-то широты на сеграх дизель не очень любит не очень доверяют но тут тоже у нас вот тут в минус 24 было я в дворе туры них рина не завелся у соседа но может быть солярка не повезло вопрос контролировать но многие а куда-то если в сибирь брать а еще в иркутск в чту до сегара не больше бензиновым машинам предпочтение дают это по всем брендам весь выбор у нас есть то есть здесь нет такого ограничения например там audi q7 россии там продаются одним двигателем только дизель трехлитровый у нас тут три двигателя да то есть чтобы не говорили у нас корея постаралась у вас получается два бензиновых один дизель да 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 то есть это можно вон сверхналоговый то есть у нас сейчас получается гамма там из пяти там скорее всего даже шести уже автомобиля вроде как обещают же 70 универсал привести это больше чем в америке или больше чем в европе и про то же самое сказать про цвета про сочетание двигателей то есть действительно большое внимание нашего нашего рынка уделяют вот проекция очень большая приедем еще багажник посмотрим а то я в шоуруме не понял как открывается а можно поставить три секунды с ключом около багажника вот где кнопочка я тут думаю где там открывается он он как датчик замерз а если с ключа или салона как-то может вот обычно вот это всегда открывает о ну багажник большой но опять же сюда я думаю с и третий ряд сидений ставить он будет примерно вот так он будет место запасного колеса ну то есть до сюда я к тому что вот тут это место останется а запаска тут внутри это вот что-то набор а это коврик просто так ну вот ящички это а вот сама докатка там чем докатка здесь очень большие тормоза они вентилируемые все да ну как а вот тут сразу можно как закрыть багажник так и закрыть машину у меня-то только одна кнопка поэтому самый маленький размер дисков это 20 сейчас задние двери закрыты давно не они закрыты закрыты ай на пассажире тоже ну да тоже шторки ну тут сзади место достаточно как у кадиллака эскалей да я понял тут доводчики на всех дверях да ну да здорово что еще двери закрывают пороги как интересно повороты мигают двойной линией здесь продолжение то есть в зеркалах нету кры и соответственно назад так же и тут уже отличие от всех корейцев электрорегулировка руля ну что господа прокатился я на этом genesis gv80 ну santa fe вот у меня гораздо легче едет хотя он говорит у того полная масса 2700 у меня 2500 на 200 килограмм всего но там конечно да уже ощущения другие не как тут но цена вот он говорит около 8 вот этот белый который матовый белый на светлом салоне он дизельный тоже стоит он 8 ну максимум я думаю что они скинут ну учитывая что это еще молодой такой самостоятельный бренд ну 1500 не больше то есть семь с половиной восемь ну в комплектации поменьше там чего-то не будет ну я думаю ну в районе семи потому что что-то еще меньше брать это уже тоже что-то из-за разряда бомж эдишен не хочется так что доживем до следующего года или через два года я думаю на сантики на этом я года два проезжу пока гарантию не выкатаю там посмотрим а тогда конечно офигенная машина genesis то есть за за эти же восемь миллионов она и mercedes и bmw и audi и грузак 200 переплевывает вполне такие вот дела так что сказали как соберетесь покупать звоните приезжайте мы всегда рады ладненько поедем домой надо уже к новому году готовиться как-то 20 25 декабря уже ёла-пала что я тут накатал уже 2 533 на заправку заехать надо так сейчас будет тут и лукойл и руснефть все всем удачи до свидания пока ну я